Духа, аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 34-й беседе на 1-е послание к Коринфянам говорит, в частности, что «Всякое ли богатство и нищета от Бога?» Вопрос такой у него. «Не будем завидовать богатым и презирать бедных, ибо то и другое бывает от Бога и не от Бога». «Как же, говоришь, сказано, богатство и нищета от Господа?» Сираха, 11-й глава, 14-й стих. Но спросим возрождающих нам, «Всякое ли богатство и всякая ли бедность от Господа?» Кто может сказать это? Ибо мы видим, что многие собирают великое богатство хищением, чародейством и другими подобными способами, и владея ими даже недостойны жизни. «Что же, отвечай мне, можно ли сказать, что это богатство от Бога?» «Нет». «А откуда же?» «От греха». «Блудница, оскверняя свое тело, обогащается так же и вор, подкапывая стены, собирает неправедное богатство». Итак, «Всякое ли богатство от Бога?» «Но выслушай, что бывает и бедность не от Бога?» «Когда какой-нибудь невоздержный юноша растратит богатство на блудниц, на чародеев, на другие какие-нибудь подобные прихоти и сделается бедным, то не явно ли, что это произошло не от Бога, но от собственного его невоздержания?» «Так же, если кто сделается бедным от праздности, если кто впадет в нищету от безрассудства или от того, что предпринимал дела опасные и беззаконные, то несовершенно ли это ясно, что никто из них и подобных им людей не введен в эту бедность Богом? «Какую же Бог посылает бедность и какое богатство?» «Вспомни, Патриарх, и узнаешь, какое богатство посылается Богом. Он сделал богатым Авраама, и после него Иова, как он сам говорит, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Иова 2 глава 10 стих. «И богатство Якова происходило отсюда. Бывает от Господа и бедность достойное одобрение, которое некогда он предлагал богатому в следующих словах. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мной». Матфея 19 глава 21 стих. «Также ученикам, когда давал им следующий заповедь, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни двух одежд». Матфея 10 глава 9, 10 стих. «Итак, не говори, что он дает всякое богатство. Известно, что оно собирается и убийствами, и хищениями, и множеством других способов. Но если богатые, скажешь, не полезны нам, то для чего они и существуют?» Что на это сказать? «То, что бесполезны те богатые, которые таким способом сами сделали себя богатыми. А обогащенные богом весьма полезны. Это можно узнать и в самих делах. Авраам владел богатством на пользу всех странников и имевших нужду. Когда пришли к нему три, как думал он, человека, то он заколол тельца, замесил три меры муки пшеничной. Вспомни, как он сидел у ворот во время полудня. Щедро и усердно разделял со всеми свое имущество, предлагая кроме имущества и телесное служение. И притом в такой старости, ибо он был пристанищем странников и терпящих нуждом. И не считал своим ничего даже собственного сына, ибо по повелению Божию отдал его. Отдал вместе с сыном и себя, и весь дом, когда поспешал спасти племянника. Потом делал это не для приобретения имущества, но единственного по человеколюбию. Ибо когда спасенные им сделали его распорядителем добычи, он отказался от всего. Даже нитки и ремня от обуви, бытия 14 глава, 23 стих, не взял. Таков же был блаженный Иов. «Двери мои», говорит он, «я отворял прохожему». Иова, 31 глава, 32 стих. «Я был глазами слепому и ногами хромому отцом, я был для нищих». 29 глава, 15-16 стих. «Странник не ночевал на улице». 31 глава, 32 стих. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе?» 31-16 стих. «Я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного». 29-е, вот 12 стих. «И гораздо больше этого. Чтобы нам теперь не исчислить всего, он постоянно делал, употребляя все свое богатство на нуждающихся. А хочешь ли посмотреть на тех, которые сделались богатыми, не от Бога, и видеть, как они пользуются богатством? Посмотри на богача, упомянутого с Лазарем. Даже не уделявшего крупиц. Посмотри на Ахава, присвоившего виноградник. Посмотри на Гиезия. Посмотри на всех подобных людей, приобретающие праведно, получив богатство от Бога, употребляют его согласно заповедями Божьими. А оскорбляющие Бога приобретение делают то же и употребление, расточая его на блудниц и праздных нахлебников, или закапывая и запирая, а не уделяя ничего бедному. Почему же, скажешь, Бог попускает таким людям сделаться богатыми? Потому что Господь долготерпелив и хочет привести нас к покаянию. Потому что Он уготовил Диену и назначил день, в который будет судить Вселенную. Если бы Господь тотчас наказывал обогащающихся неправильно, то Закхей не имел бы времени раскаяться и отдать четверо больше того, что похитил, с приложением половины собственного имущества. Матфей не мог бы перемениться и сделаться апостолом, если бы не имел надлежащего времени. И многие другие подобные. Посему Господь долго терпит, призывая всех к покаянию. Если же они не хотят покаяться и будут продолжать тоже, то о них сказал апостол Павел, что они по упорству и нераскаянному сердцу сами себе собирают гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия. Римлянам 2 глава 5 стих. Аминь.